Непростые отношения в правящей коалиции в очередной раз достигли точки кипения. Накануне лидер аграриев Рамуна Скорбаускис публично обвинил председателя социал-демократов Гиндутаса Полуцкаса в политических махинациях. Мол, тот собирается разрушить союз, лишь бы его партия получила больше голосов на будущих выборах. Полуцкас в долгу не остался. Тут же назвал Карбаускиса тираном и посоветовал не лезть не в свои дела. Риторика взрывоопасна, но хоронить коалицию политики еще не спешат. Так парламентский сторожил Артур Аскарджос заявил, что партиям необходимо помириться, иначе страну может охватить политический паралич. Развал коалиции означал бы, что вновь, как минимум полгода, формировалась бы новая коалиция, программы. Началось бы, так сказать, перетягивание одеяла. То у одних мерзнут ноги, то у других. Такого процесса я бы никому не пожелал, так как тогда госучреждения практически не работают и ждут, когда сформируется новое правящее большинство и политика. А от этого страдают жители Литвы. Неразбериха в эшелонах власти не помешала младшим партнерам по коалиции зарегистрировать на днях в семье целый пакет налоговых реформ. В нем и увеличение детских пособий, и бесплатное питание для школьников. При этом предлагается повысить и некоторые налоги, например, на недвижимость. Пока не ясно, согласятся ли соратники Карбаускиса пойти на такой шаг. Один из лидеров аграриев Виргиниус Сенкявичус обещает лишь тщательно обсудить предложение. А вот в худшей сценарии – развал коалиции – политик не верит и списывает разговоры об уходе соцдемов на политические интриги. Мы ждем голосования в региональных отделениях социал-демократов, и тогда их совет примет решение. Пока что мне все это выглядит смешным. Это, скорее, игра, придуманная новым председателем. Мне кажется, параллельно с таким решением они выдумают и причины, почему именно они собираются уйти из коалиции. Судьбоносный съезд соцдемов пройдет в конце сентября. Тогда и выяснится исход коалиционной эпопеи. К этому времени все региональные отделения должны определиться, хотят ли они оставаться у руля или уйти в оппозицию. Пока же обе партии обещают работать сообща и продолжать необходимой стране реформы. Как бы там ни было, месяцы политической междоусобицы не прошли бесследно. Как показали недавние опросы с Плинтер-Тиремой, рейтинги правящих продолжают стремительно падать. Сергей Шалкин, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok